Это пальто из итальянской ткани, премиум. Здесь, наверное, 80% шерсти. Сделано в России. Практически каждая этикетка с одежды этого салона говорит о том, что шить у нас умеют. И делают это на достаточно высоком уровне. Да и цены здесь нельзя сказать, что кусаются. Но владелица пространства расстроена, и это мягко сказано. Ей уже пришлось отказаться от весомой части пошива. Почти в три раза подорожали ткани и вся фурнитура. Большую часть из этого закупают в Турции и Китае. Я скажу, что даже у самых топовых брендов России ткань не местная. К сожалению, мне кажется, местные производители не производят ткань. Вот у нас, например, есть Барнаульский меланжевый комбинат, но там ткань такая идет для спецодежды, либо для постельного белья. То есть нам вообще эта ткань никак не подходит. Идеи переориентироваться у Ксении есть. Она уже ведет переговоры с соседями из Киргизии и Казахстана. Надеется, удастся договориться о поставках ткани. Ну а цены на весеннюю коллекцию будет стараться удерживать. Если говорить о том, что вот можно заменить, во-первых, ни ткани, ни фурнитуры. Давайте просто будем смотреть правде в глаза. У нас ниток своих сейчас никто не производит. Нам, я не говорю про оборудование, я не говорю про технологии, я не говорю про лекала. Вот. У нас нет вот сейчас специалистов, которые способны изготовить одежду вот такого качества, по такой цене. Нина Глушакова с 2006 года одевает барнаульских и не только женщин размера плюс сайз. Четыре тысячи постоянных клиенток просто не представляют, что будут носить после прекращения поставок из Германии. Того, что сейчас есть в магазине, по подсчетам владелицы франшизы, хватит от силы на два месяца. У нас исчезает белье, колготки, гольф и то, чего вообще вот для полных женщин вообще никто не производит. И если так говорить, что там что-то шить или что-то связать, можно там для этого, то вот белье, колготки, это ни шить, ни связать, и это очень большая проблема. Возможно, я вижу перспективы найти клиентов среди тех, кто предпочитал одежду более высокого качества, потому что люкс тоже ушел с российского рынка. И, возможно, те, кто предпочитал более дорогую одежду, возможно, они обратятся к индивидуальному пошиву. А будет дорого, утверждает Дарья. Как и ее коллеги по цеху, рост цен не заметить не могла. Швейные машинки выросли в два раза. Если раньше бытовая китайская могла обойтись в 25 тысяч, сейчас уже в 50. Так что в тренд на рост индивидуальных заказов у партних ей верить хотелось бы, но пока продолжит развивать свой онлайн-бизнес по продаже уроков шитья. Но владелица бренда одежды для полных женщин, даже несмотря на свои организаторские способности, уверена, восполнить пробел, который сейчас возник, будет очень сложно. И надеется, что в ближайшей перспективе все вернется на круги своя. Татьяна Голубева, Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. День с толком.